Глава района осмотрел прилегающую к детскому саду территорию, веранды, проверил покрытие на игровых площадках. Здесь для более устойчивого и мягкого нахождения детей было использовано покрытие с двойной крошкой. Благоустроенная территория только и ждет, что появление малышей. Сейчас документы подготовлены на начало регистрации. Сегодня забираем документы из кадастровой палаты и кадастрового паспорта, создаем их в комитет по управлению муниципальным имуществом. Будем просить вашей помощи в более ускоренном режиме принятия в муниципальную собственность, чтобы с 1 ноября уже учреждение начало функционировать. Садик запланирован на 16 групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Это будут 14 групп полного дня пребывания и две кратковременного. Современный пищеблог, зимний сад, столовая и методические кабинеты, комната медсестры, просторные игровые и спальни, музыкальные и физкультурные залы – все соответствует современным стандартам. Трехлетные пространства убрали, на каждом этаже появились дополнительные помещения, которые будут использованы как маленькие спортивные залы. Стоимость проекта – 408 миллионов рублей. В детском саду особое внимание уделяется физическому развитию малышей. Есть специальные детские тренажеры для занятий, уменьшен бассейн. Теперь он стал более функциональным. Объект построен в срок, даже с небольшим опережением. Мы видим, что все сделано качественно. Уже не раз приезжаем сюда с проверкой. Применили программу импортозамещения. Многие и оборудования, и детские малые формы – это все производители российские, в том числе и Московской области. Открытие детского сада поможет существенно сократить очередь. К тому же в 6-м микрорайоне давно ничего не строилось. Объект вместимостью 320 мест. Мы планируем еще дополнительно добавить 80 мест для дневного пребывания. Практически 400 детей. 400 путевок мы сможем выдать нашим родителям в 6-м микрорайоне. Но на этом власти останавливаться не собираются. В этом году запланировано открытие детского сада в Юдина, двух детских дошкольных учреждений в Одинцово, в Новой Трехгорке и на улице Молодежной. Это позволит выдать порядка тысячи путевок для детей от 3 до 7 лет. Также идет большая стройка в Гусарской балладе. Здесь появится сразу 4 новых детских сада. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.